Сегодня я приехала в Непланово, привезла цыплят Амираукана, поэтому курочкам сегодня повезло. Я приехала в Курятник через день, но это не значит, что я ничего не буду делать, привезла Амираукана и уеду. Сегодня тоже что-то будем делать. Работа всегда найдётся. Это в теплице. Ещё смотрите, сколько много помидоров, но я это всё уже убираю. Приближается холода, а птица мне дороже. Птицу нужно готовить к переселению в теплицу. Вот так вот убираю помидоры. Хочу, конечно, убрать помидоры не все, а только центр теплицы. Хочу это сделать ещё потому, что у нас днём бывает очень жарко, и птица, которая будет жить уже в теплице, немножко будет защищена от прямых солнечных лучей. Поэтому вот в начале теплицы оставлю несколько кустов помидоров, и с этой стороны теплицы оставлю несколько кустов черри. У меня растут в начале теплицы. А вот это всё-всё буду убирать. Вот это всё тоже буду убирать. Конечно, я понимаю, что ещё есть помидоры. Ну, может быть, вот здесь вот немножко ещё оставлю этот участок. Может быть, вот этот угол оставлю. А так вообще, вот так вот убираю всё это. Ветки режу, и буду это всё выносить. И буду переселять сюда цыплят, потому что ночью уже холодно. Посмотрите, сколько здесь ещё черри. Сакура. Это черри сакура. Вот, смотрите. Убрала лишние помидоры, которые здесь были. Ну, вот это я оставлю. Естественно, красные все сорву черри. Их очень много. Это томатное дерево. Если оно содержится в отапливаемой теплице, то бесконечно может расти этот помидор. Ничего с ним не будет. Это помидор очень-очень длинный. Растёт бесконечно. Это сакура. Попробую, посмотрю, если птица будет жить вместе с этими помидорами, как они себя поведут. Посмотрим. Будет эксперимент. Сколько здесь ещё черри. Очень много черри здесь ещё. Это сорт Тимитим. Ну, и помидоров ещё много. Всё это останется. Ничего я здесь трогать не буду. Пусть доспевают. Кусты абсолютно здоровые. Никаких следов заболеваний на кустах абсолютно нет. Лист чистый. На конец сентября это идеальное состояние помидора. С учётом того, что эти помидоры ничем от болезней не обрабатываются. Обрабатывала эти помидоры, когда они были ещё маленькие. Вот. И на сейчас вот такое состояние. Это калибри. Вот. И так они пусть висят. Я думаю, что цыплята их трогать не будут. Остаётся ещё германский Тидвелл. Таких здесь ещё есть. Сержант Пеппер. Оставляю ещё. Останется Пинк Буш. Сержант Пеппер. И останется Каста. Здесь ещё много зелёных. И они ещё, возможно, поспеют. Цыплятам они мешать не будут. И думаю, помидорам цыплята тоже мешать не будут. Сладкая парочка у порога дома. А перечную теплицу готовлю для индюков. Несмотря на то, что здесь ещё есть перец. Смотрите, сколько много ещё перца. Перец соберу, какой есть. И буду заселять сюда индюков. Освобождаю место для индюков. Убираю уже перец. Не буду ждать, пока наступят холода, дожди. Делаю всё это в этом году вовремя, заранее. В этой теплице, между прочим, у меня уже недельку живут вот эти курочки и петушок. Сегодня уже перевезу все горбузы. Больше всего я люблю вот такие. Каша с них очень вкусная, сладкая и ярко-ярко-оранжевая, прямо с красным отливом. А вот такие, это я называю их кормовыми. Кашу я с них не варю. Это всё для кур, для индюков. И вот это тоже очень вкусная для каши. Она сладкая и яркая. Для меня горбуз обязательно должен быть ярко-ярко-оранжевого цвета. И тогда каша будет очень вкусная. Я ещё люблю горбуз запекать. В духовке запекаю, мелким кубиком режу. И ещё бывает наполовину разрезаю, насыпаю немного сахара и ставлю в духовку. Надолго, часа на три, на четыре, на маленьком огне. Чтобы он был мягкий, мягкий. И он там печётся в собственной кожуре. Только предварительно эту половинку нужно замотать в фольгу. Это тоже вкуснятина. И иногда делаю цукаты и сушу сушки. 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 Сушка. Сушу. Дальше. Сушка. Продолжение следует... 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 цыплята амираукана вот так выглядит вторая сторона теплицы все надежно закрыто по опыту прошлых событий эта решетка привязана таким образом что ни в одном месте нигде никто не пролезет все это я проверила ну а теперь покажу что я здесь сделала здесь у меня цыплята которые сидели с квочкой и которые были в вольере под шелковицей и они прекрасно соединились и никто ни с кем не дерется здесь кормушка нужно принести еще корм две кормушки одна будет зерна смесью а вторая кормушка будет с комбикормом комбикормом для цыплят здесь вот курочка маран петушок фавероль и никто ни с кем не дерется вот такой у них домик есть домик с сеном и еще хочу поставить им на все они хорошо они сразу здесь прекрасно начали обживать это место здесь будет комбикорм здесь будет зерна смесь а за решеточкой за сеткой это теплица переделена на две части там у меня сидят амераукана там цыплята амераукана которые выжили после нападения неизвестного зверя так а а а а а и 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 у амераукана тоже есть вот такой вот домик и и и и и еще поставлю принесу сейчас им на сесты Продолжение следует... Так, и вот такая ерунда у нас, смотрите. Съели яйцо шелковой курочки. Признавайтесь, кто сделал. Признавайтесь, кто это сделал. Цыплята уже привыкли, все хорошо. Хорошо. Обычно я приезжаю и сразу собираю яйца. А сегодня у меня получается яицбор прямо перед отъездом. Сейчас соберу яйца и буду уже уезжать. Поэтому яйца будут, можно считать, за два дня. Меня не было на даче один день. Ну и сегодня. Сегодня тоже курочки нанесли яйца. Идемте посмотрим, что мои куры снесли за два дня, считаем. С сегодняшним днем. Ну, неплохо. Неплохо. Ого, смотрите. Смотрите, какие огромные. Не знаю, видно ли вам, передает ли камера. Посмотрите, какие огромные. Ого. Это что за великаны? Вот, смотрите, для сравнения, обычное яйцо. Ничего себе. Это что такое? Ого. Это, наверное, по сто грамм яйцов. Вот это да. Вот они, вот они, смотрите. Видите, огромные яйца. Такие яйца несут старые куры. Наверное, начали, начали нестись. Вот какое-то такое, смотрите, помятое. Тоже видно, что старая курочка несет. Структура. Видите, какая яйца. Но все равно. Я старых кур, которые мне очень нравятся, убирать не собираюсь. Вот. Теплое вот яйцо, наверное, только-только снесла какая-то. Огромные яйца. Пошли огромные яйца в курятнике. Вот меня не было в курятнике один день. Сегодня приехала, потому что нужно было привезти цыплят. Цыплят Амераукана. Я, конечно, так поздно цыплят никогда не заводила себе. Но это исключение. Этот случай исключение. Это, чтобы я не переживала, не нервничала и не расстраивалась за потерянными цыплятами. О, смотрите. Вот такая вот есть история. Ну, здесь не очень, я бы не сказала, что сильно мягкая скорлупа яйца. Но такая, на грани, на грани размягчения. Вот, видите. Это хорошее яйцо, пригодное в пищу. Так, это неплохо за два дня. Смотрите, сколько яиц уже. И тут ещё есть. Это ещё не всё. Когда же мне пропаивать от глистов? Жду, когда будет меньше яиц. Ещё время есть подождать. До холодов. До морозов обязательно нужно пропоить птицу. Подготовиться к зиме. Подожду. Может быть, ещё немножко меньше начнут нестись. Когда наступит холода. Кормовая ракушка. Так, и ещё три. И всё. И уборка в гнезде. Сверху. Сверху вижу два. Два яйца. И быстренько иду в следующий вольер. В третьем вольере. В третьем вольере чистота и порядок. Здесь уже всё я почистила. Застелила свежую подстилку. И смотрите, как красиво растут. И вот смотрите, место у них ещё есть. Тут уже курочки пришли на ночлег. Комбикорм насыпала. Место ещё есть. Если буду видеть, что здесь бройлеру будет тесно, то половину отсажу в этот вольер. Но пока что всё нормально. Что у нас тут? О! Красота! Яйцо марана. Мараниха уже начала и нестись. Смотрите. Красота! Всё. Легорны заволновались. Яйца забирают. Заволновалась курочка. Ещё одно. Всё. Всё. Всё собрала. Молодцы. Молодцы. У шёлковых курочек соберём яйца. Что здесь? Три яйца. Три яйца. Забираю. Значит, три яйца за два дня. Одно яйцо снесла, наверное, когда я уехала. И когда меня не было день. И сегодня. Всё правильно. Молодцы. Молодцы. Это яйца вот этой серенькой курочки. А теперь пойдём посмотрим яйца вот этой белой шёлковой курочки. Она несётся в другом гнезде. Вот здесь два яйца. Два яйца белой. Всё. Яйца собрала. Раскладываю в лотки и еду домой. 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 До новых встреч. ешествия. Раскладываю в лотках и еду домой. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok